Видно меня так? Да. Видно? А, я сам туда все. Видно, да? Нормально? Так, с моими впечатлениями от прыжка, который что-то произошел. Ух, ничего себе, голос. Голом разъел. Надо было размять глотку свою перед тем, как прыгать, потому что ощущения адреналина, которые возникли во время прыжка и после прыжка, когда я вышел из воды, ощущения обалденные. Обалденные ощущения, посмотрите на эти глаза. Уже прошло где-то 5 минут, пока я поднялся, что я испытал в это время. Самое главное здесь долго не думать. Когда ты хочешь прыгать, ты собрался и ты прыгаешь. Я это сделал, это замечательно. Перед этим, в предыдущем видео, я рассказывал вам, как это делать другие, и я настраивался на то, чтобы сделать это тоже. Я настроился еще на то, что я представил, что я должен это сделать, ради того, чтобы преодолеть это препятствие. И на первой чакре, собрав вместе, иди на свою первую чакру. Интересно, как Бога голос может вознаграждаться. Друзья, рекомендую плечи вот такие вещи делать. Нужно размять хорошо глотку, потому что неподготовленные мышцы можно нанорвать, и это идет процесс. Что, наверное, произошло у меня. Но я уверен, что это скоро пойдет. Так вот, самое главное, это было оторваться с земли, собраться и толкнуться. Потому что когда ты уже в воздухе, ты уже ничем не думаешь. В общем-то, конечно же, высшее состояние, вот это ощущение радости, удовольствия, адреналина, вот этого, от процесса прыжка, когда ты падаешь, это вот научиться уже контролировать свой ум, а когда ты это делаешь уже в процессе. А если ты уже прыгаешь, и в процессе полета, в процессе полета ты констрируешь внимание на том, что ты чувствуешь какие-то ощущения здесь. Ощущения просто обалденные. И когда я тут прыгал, я кричал очень сильно. Ну, мне это помогает, потому что концентрация первой энергии. И когда я вышел из воды, то есть вот это ощущение радости, что я сделал, I did it, I did it. Оно выразилось в таком мощном, мощном звуке. Вот такая первая чакра. Ощущение было очумительное, обалденное. Человека, которое разводилось здесь, в этом, оно было просто очумительное, конечно. Ну, вот, друзья, пожалуй, все мои первые впечатления от прыжка, который я сделал первый раз. Никогда не повел с такой жесты. Ну, в общем-то, вот впечатления обалденные, очумительные, друзья. И, в общем-то, я рекомендую всем испытать это состояние, ощущение преодоления трудностей и препятствий, если мы можем себя настроить на то, чтобы я это могу сделать через «не могу», преодолевая страх, трудность, другие препятствия. И вот на таких условиях мы учимся. Если мы сделали здесь, то жизненные трудности, которые возникают у нас, насколько они маленькие по сравнению с теми испытаниями, теми сложностями, которые мы преодолеваем посредневно в нашей жизни. И вот это один из тренажеров. Это один из тренажеров, когда мы в состоянии преодолеть то, что мы боялись. Ты это сделал. You did it. You are the man. Ты молодец. Можешь себя похвалить. Ты поднялся еще на одну ступеньку выше, как мужчина. Закаляешь себя, закаляешь свою волю. И, соответственно, все это отражается на всем, кто учился, соприкасаясь. Начиная с самого простого достижения результата в твоей посредневной жизни. Раньше встать, больше сделать, больше отжаться, быстрее пробежать, не сдаваться. Во всем, что ты делаешь, это сказывается. Наша мужская энергия, которую мы развиваем такими поступками, такими упражнениями. Рекомендую всем, друзья, испытать это состояние. Приезжайте на Грэнь-каньон, город Коростышев. Это всего лишь 100 километров от города Киева. И совсем рядом от города Штомера. Буквально час езды на маршрутке. Кто еще здесь не был, обязательно придите, друзья. Вам это понравится абсолютно. Больше информации в нашем сайте vedodom.com. С вами был Ярослав Мудров-Воронцов и Академия Успеха на позитивной волне. GreenMind Coaching с вами помогает вам преодолевать трудности и препятствия и становиться настоящими мужчинами, успешными в семье, бизнесе, обществе и духовности. Намасте. И также можно пропустить прекрасных девушек, которые приезжают также здесь запечатлеть свое присутствие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.